Министр культуры Анатолий Маркевич, а также его заместители и другие сотрудники министерства 11 февраля провели в Гродненской области Единый день информирования на тему Конституции Республики Беларусь, политико-правовой фундамент, единство народа и его социальной защищенности. Перед сморгонцами выступила заместитель начальника отдела кадровой работы и государственных наград Министерства культуры Беларуси Диана Завадская. В рамках Единого дня информирования состоялась встреча с работниками культуры сморгонщины. Заместитель начальника отдела кадровой работы и государственных наград Министерства культуры Беларуси Диана Завадская рассказала присутствующим об изменениях и дополнениях, которые предлагается внести в Конституцию. Будут рассматриваться изменения в Конституцию, основные изменения в Конституцию. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы каждый гражданин Республики Беларусь внес социальную значимость в страну, пришел на референдум 27 февраля 2022 года и проголосовал. Вопрос достаточно важный. Мое мнение, что изменения уже надо было давно вносить, потому что есть вопросы, которые были не проработаны, и сейчас эти вопросы уже входят в состав этих изменений. То есть достаточно глубоко уже расписано полномочия и президента, и возрастной ценз, который там указывается, и парламент, его основные функции. Поэтому я считаю, что это надо сейчас делать. В выступлении Диана Анатольевна остановилась на изменениях, касающихся Института президентства. Подробно рассказала о требованиях к кандидату на пост главы государства, которые предлагается закрепить в обновленной Конституции. Для занятия должности президента установлен более высокий возрастной ценз – 40 лет. Кандидат в президенты должен постоянно проживать в Республике Беларусь не менее 20 лет непосредственно перед выборами и не иметь гражданства иностранного государства. Также в проекте закрепляется, что одно лицо может занимать пост президента не более двух сроков. В обновленной Конституции совершенствуется система ценностных и нравственных ориентиров. Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств. Каждый должен проявлять социальную ответственность, вносить посильный вклад в развитие общества и государства. В соответствии с проектом основного закона, государство создает условия для защиты персональных данных и безопасности личности и общества при их использовании. Подводя итог выступления, Диана Анатольевна отметила, что долг каждого гражданина – ознакомиться с проектом основного закона и выразить свое мнение путем голосования на референдуме. Начальник отдела культуры Сморгонского райисполкома Татьяна Ражева отметила, что референдум по вопросу внесения изменений в Конституцию – важное событие для развития государства. В нашем районе в учреждениях культуры находятся 14 избирательных участков. Многие работники этих учреждений входят в состав участковых комиссий, а некоторые их возглавляют. Готовятся концертные программы, которые, возможно, будут представлены избирателям в день референдума. Пока этот вопрос остается открытым из-за сложной эпидемиологической ситуации, резюмировала Татьяна Марьяновна.